Вот сегодня у нас 4 июля. Вот мы вышли. Перед обедом сейчас готовимся уже. Ладно, лиза осина идет. Что у вас? Жуков жгете? Ну вот тут принесли колорадского жука и плеснули солярки, подожгли. Я хочу узнать, есть ли живые или нет. И какая-то жидкость вытекла оттуда из ведра. То ли она от них натопилась, эта жидкость, то ли соляр. Бумаги разожжены, они горят. Надо бензином заливать. Соляр слабо горющее вещество. Ну я думаю, почему-то, что им должно хватить было. Кого у нас не хватает где? Надо узнать. Кого не хватает у нас сейчас? Или ее нету, деда. Можно позвонить в колокольчик и на улице собраться. Скажи Ливии, чтобы она звонила. На улице. Будем молиться. Кто-нибудь из Володи, Виктор Николаевич уже приехал. Кроме Егора. Нет, он вечером звонил. Смотрите, где Овод. А, сегодня Ливия дежурная. И кто? Ливия. Ну, сходи, позови ее. Скажи, пускай звонит. Я позвоню. Ну, спроси ее. А, она мне разрешила с завязкой. Сейчас, обманул. Не трогай ничего. Занятие какое. Не положите. Сейчас мы узнаем, доложим, кто как работал. А тебе жаль? И днем это вперед. Может, под ведром еще живые остались? О! Ведро нагретое, уж ты аккуратнее. Шевеляться хоть одна, нет? Это что было, не керосин? Растворитель? Нет, это, как он, солярка. Солярка? Да, нашли фляж в траве. Ну, так это как керосин. Пошевели, как он, когда же. Ну, не может быть, да. Вон, сыщок, возьми. Пройди вперед, вон сыщок, возьми. Потом это все надо зарыть. Ямку и зарыть. Дальше рак не надо. Ну, посмотри, хоть один шевелится. Я думаю, нет. Это температура, несовместимая с жизнью. Да плюс этот углекислый газ, или что там у них-то было? Горючие газы эти, да? Да, горючие газы. Угорелые, угорелые, у него горелые. Пар горячий развяжет, язык говорит. Вот это развяжет. Так, ничего там не звонит-то. Молиться на улице будем. Слушаем. Слушайте, не надо, сейчас стоять и молиться надо. Володя, машина, может, покосить меня там? Я говорю, ты можешь ничего не говорить сейчас? Пока помолимся, и посоветуем. Провокатор. Ну, вот и стой. Нет, похоже, все. Так. Разбиваться, Володя. Стоит, давай. Стоит, давай. Стоит, давай. Стоит, давай. Ты умеешь, ты такой машиненький. Косилка? Я вообще не косил. Не косил ни разу. Дай колокольчик. Так, звонит. На улицу, молитву. Игора, рука. У нас восток. Там, на восток. Давайте вот сюда можем встать, чтобы не решать никому. Так, еще на молитву. На молитву. И как снять нельзя. Снимай. Все. Стань подальше. Ты видишь, как-то строит. Чуть-чуть под дисциплинирование. Маленько. Боже, милостью, будь не грешен. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил, Господи. Прости меня, грешил, помилуй и благослови. И освети дары Твои словом истинной молитвой. И пребудь с нами, Господи. Хвала Тебя за всего веки. Аминь. Аминь. Возьми пуражку и помни, раз смотрите вначале. Пуражку снимать надо, иначе тебе... Куда пошел ты? Встать. Лежать никуда. Так. Ходили на огород. Что там у вас было? Кто как работал? Ну, я расскажу. Ну. На, Никита. Давай, рассказывай. Основные замечания, так Тарасу... Вылазь. Работал на троечку. Спустя рукава. Он работает и жить. Хочет так прыгать, как кузнечник. Сидит, что-то рассматривает все время там... Он ничего не рассматривает. Это просто движение. Я пытался наблюдать за Колей, та же самая история. Вот куда бы ни пошел, он что-то найдет травинку какую-то, мушку. И вот ее теребит куда-то, а ничего он не думает. Узнать о травинке надо много знать. Надо за это кончать институт. Почему плохо работал? Отвечать нечего, да? Да. А? Не любишь работать? Сядет, сидит. А что сидит, не знаю. Ну ее сравнить можно с кем-то, хотя японцы так и не делают. После него по хужести работа это Маша. Ходит. Маша больше... Она не сидит, но ходит, ходит так тоже. Она так и есть. Вот сейчас я шел, Маша, я иду первый, ты за мной. И как она минуту, она вперед опять вырвается, куда-то бежит. Дисциплину вообще не знает. Стань прямо, ноги, соедини вместе. Почему ты так делаешь? Сейчас не крути поток этот разный. Почему? Мы вышли на работу, надо работать. У нас, ну, разный народ. Собираемся мы. Но на работу одинаково, за стол одинаково. Чего не хватает, чтобы работать-то? Не приучено. Так, еще как? Ну, Илья работал нормально. Илья работал нормально. Так. Я оставался здесь один, с Колей. И помогал еще нам новый Егор. Помогал, потому что Коля больше пилил. Вот теперь посмотрите, сюда, гляньте на кучу. Это мы напилили вдвоем. Теперь глянь, которая лежала здесь, большие, все, ничего нигде нету, что вынесено было. Лисины, все до одной мы перепилили. Вот они лежат. И вон еще переколотых сколько. Ну, посмотри сколько, какая куча. Сегодня, выйди, Коля, сюда. Коля отменно работал. Коля вообще необычный. Премию какую-то надо дать ему. Он, что интересно, выдал. А мне три горящих, так это когда будет? Он помнит и напоминает. По глупости своей, можно сказать. Я говорю, так за то, что ты смело осознался, тебе нет наказания. Ты просто садись и ешь, как герой веры. Он недопонял. У него тямы не хватило. Что мы сделали? Вот это вот, все, что здесь было утром набросано, на всех. Вот это сделали, вот я попеременно менял, а я не менялся. Работали, глянь на них. Вот еще интересно, Коля, длинная лисина. Я беру, он со всех ног бросается, а другой конец берет. Не прошу ничего, как будто совершенно другой человек. Перемена наступила. Ни одного не было обеда, чтобы его где-то не говорили. Коля, 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 Коля. Бесполезное дело. Вот колоть на голове надо что-то. И вдруг такое дело. И ни слова не говоря. И пилит, и пилит. И у него рука как рычаг работает. Настоящий мужчина. Сегодня переломный день. Я говорю, говорят, это неверно, что энергетика переходит. Как будто энергетика от матери перешла на него. Тогда домой лить воду, здесь мыть и ковриком закрывать. Я говорю, под ковриком-то она никогда не высохнет. У нас полы там погнили. Категорически запрещаю что-либо мокрым делать. Брать разрешение. Не только тщательно выжатую тряпку, когда подметете, тогда раскинуть ее и провести ею. Здесь были полы, которые превратились в пепел буквально, в труху. Даже брать нечего было. Мы столько труда вложили, чтобы вот где кухня здесь, чтобы пол был. Как бы не Михаил Кальмаев, Михаил Михайлович, нам бы не сделать. Володя знает, как все мы там это обрабатывали, копали, из кирпича восстанавливали. Эти стояки рухнули. Заново новые доски выписывали. Это дорогая цена. И вдруг опять все начинает мочить. И не могу ничего делать. Мокруша какая-то. Это притом, я сколько знаю, женщина никуда уже не годная. Совершенно там лет под 70 с лишним. И вот она хлюпает, что-то стирает. А разговаривать не знает. Для нее только мыльная пена, чтобы была, и больше ничего не надо. Она давит и давит. Но там приехал один мужчина. Он племянник или внучатка какой-то Вениамина. Вениаминова, епископа Иннокентия, митрополита московского. Просветитель Севера. И его племянник пришел. Волосы вот такие вот. Никакой лысины нету. Ростом вот такой вот. Волосы белые, борода такая. И он пришел, там у них был. И прихожу, она такая, Татьяна, там только мыло, еще там мыло. И вдруг вся растела. А заходил, а мужчина, какой мужчина. Вот эта женщина, такая женщина поют, а там мужчина. Понимаешь, вот эта мокруша, оказывается, в ней все жизненное. И она, сколько придешь, она все еще стирает. И она пену не видит. Еще она за ней видит вот этого мужчину, богатыря. С Москвы приехал. Приехал он, осветил все. Все, святитель, там, если его туфлю бы оставили, ее бы исцеловали в дребезге. Как топлю, этого, Спиридона Тримефунского. Каждый год покойника переобувает, запечатывает. А через год распечатывает. Они его стоптанные совсем. Вот он ходил, помогал. Никто не видел. Никто не знает, как благодатный огонь. Что там он делает, от какой зажигалки зажигает. Веками вот на этом стоит православие. Так, стой прямо, не шатайся. Вы оба наказаны. Наказаны. Первого лишаетесь и второго. Это пока малое. Еще одно замечание, полностью будешь лишать с обеда. Ты поняла? Да. И стоять напротив стола, первый, второй, пока не сидят, стоять на вытяжку. Не ложиться и не падать. Вот, пожалуйста, сегодня. Сегодня неприятный для нас день, что Вика уехала. И чем это кончится, вот как она довезет ее. Завтра приятная приезжает новость. Сергей Павлович, не один, привозит на крещение из Италии. Из Италии. Тот, который прислал мне денег, и купил я морозилку и прочее. Сегодня он как раз в аэропорту. Сергей его встречал, но побоялся на своей машине ехать. На завтра. И он берет с собой, может быть, Нестора, дробот. Я сказал, вырви оттуда и нафу. Она болезненная такая, ей прям крайне необходимо здесь быть, босиком, купаться, что требуется для организма. А мать там ее, отец пытается остатки сока из нее выжить. Что-то делает. А что она делает, когда она болящая? Болящая по-настоящему. Ну и везет с собой три собаки. Надо будет сходить там, проверить, чтобы хорошо закрывалось. Он говорит, кого-то послать. Лопатой там не рубить, а я могу сходить. Весь репей убрать и прочее. Завтра он должен приехать. Еще, может, кто-то будет прицепиться. Не знаю. Видите, какие у нас новости. Одни приезжают, другие выезжают. Приятные и неприятные. После обеда, какая была у меня работа, надо взять, я принес большой топор в твои руки. И с кем-то, еще мужчиной, давай убрать тополь. Упал и перегородил дорогу овечкам выходить. Овечки идут в репьях все. И мы вот с этими хлопцами, вот с новым Егором и с Колей обошли. Не одну сотню корней репья вырыли. У меня нога срывалась несколько раз, я думал, переломил там внутри, еще вот в этом месте. Даже наступить нельзя. Ну, наступаю, значит, наступаешь сырое, сапоги-то такие стоптанные. И они оттаскивали в одно, покажу, куда туда относили. Море, это, прошли все вокруг. И где коровы гоняют, и где загоняют. И здесь все-все-все вырубали, в одном обгаренном месте везде складывали. Вот двое, они спевали. Еще пока неопытные, и сегодня не могу сказать, как Егор, но старается. Только у него пила идет даже ровнее, чем у Коли. У Коли она трепешится, то ли боится, то ли радуется пила в руках его. Прям пляшет, пляшет туда-сюда. Я говорю, ты попадай в место, куда надо. А этот тянет ровно. Но висит на пиле, я их таскаю, у меня глаза под лук. Сидят на пиле буквально. Вот видите, сегодня какие у нас новости. Ну, а дальше новости, вот, пожгли в солярии жуков этих, набрали. И хоть один, если отполз в сторону, то заново пережигать. Есть там признаки жизни, посмотрите, остроглазые. Ну? О, мы создали условия, не совместные. Они на облепиху похожи. Вроде не видно живых. У меня работали Егор, Ангелина, Лиза и Маша Большая. Работали отлично. Я даже думаю, приз дать им по одному прянику добавить в обед. Они отлично все работали. Так, кто в наш холодильник варенье поставил внизу? Я поставил. Холодильник не закрытый. Пришел на крючок не закрытый, он греет все помещение. Кто к холодильнику подходил, не знаю. А чем он не закрыт? Ну то, про меня. Я и ты. Я кашу только утром стоял. Ну, значит, что? Я виноват тогда. Если никто больше не был, и моя вина тогда. Можете, я. Я все время закрываю. Пришел, открыт, он на палец больше, дверка не подходит. Володя сделал крючок тому и прочее. Ногами не играть. На работе надо стараться. Нехорошая биография тебе зачем нужна? А когда скажет девка-то, работящая такая, тут отбоя от парней не будет. Ну что, вопросов нет? За стол. Матушка, заходите. Заходите. Так, ребята, побыстрее, побыстрее руки мою. Тарас, побыстрее там. Так, отними в него. Капот. Сдай вот сюда. Ты его проливаешь, но тебе не нужен такой капот. Ты его уже сколько пролил? Давай. Первый раз. На, вот, тогда ты не прольешь. Тебе хватит. Игнатий Тихонович, квасу налить? Квасу. Ну, ты первая половина. Квасу, квасу налить? Квасу. А Владимир Юрьевич? А Владимир, налить квасу тебе? Налее. Этому не пить. Хорошо. Не трогать стол. Вот как и тут, скажи ты, как каракль пройдет такой. Такая волна. Ничего не будем делать. Нельзя. Господи Иисусе Христествене Боже, помилуй нас. Аминь. Маша, а что стоишь? Игнатий, тихо, начну кошку за столом. Нельзя держать. Никита, Андреевич. Привет, все. Целую. Игнатий, тихо, начну кошку. Лишь чапки прямо ешь, как у корня. Ну, что я за столом держать? Игнатий, тихо, начну кошку. Руки мыли они после кошки. Не засела за столом, я с ней командую, только молча. Иначе высажусь за столом. Покажи, из какой чашки делаю. Где? Ничего нету. Засыпай рядом, не видишь. А тут бы видела за мной, через спину. Ну, явно, что... Да, я фокус смотрю, она прям... Ну, еще, еще. Давай, добирай. Еще два слова, и в той кухне будешь сидеть. Да. Никак не может открыть масть в воде, так свои претензии нападочные. Мне здесь пришли кошку на, что у нас ухудшим. Так, показал, тихо. Продолжение следует...